В среднем жителям Москвы нужно около часа, чтобы добраться на работу или обратно. Почувствовать себя столичным жителем можно и в нашем городе. Иногда севастопольцы тратят на дорогу примерно столько же времени. Сколько тратите времени на дорогу? Полтора часа минимум. Обычно, если нет пробок, минут 15, а так 40-45 минут. Камышей сюда приехал минут 40. Я на автовокзал ехал. И то я ездил въездными путями, потому что я город знаю весь. Поэтому я спустился на Гоголя через дворы и так вот объехал. А кто не знает, кто-то приезжает, конечно, не будет ломиться все в центральной улице. За 30 минут при благоприятных условиях на автомобиле можно попасть с одного на другой конец города. Но в час пик водители за это же время преодолевают расстояние всего в пару километров. Такая ситуация с заторами сложилась по всему городу. Один из сложных транспортных участков – дорога по улице Олега Кашевого. На Кашевого я живу, и пробка здесь постоянно. Начиная где-то с полдевятого и до семи вечера. Эта пробка увеличивает, наверное, любой маршрут минут на 20 точно. Именно конкретно на Кашевого. Проблема в том, что на этой дороге сходятся несколько потоков машин, которые двигаются из Нахимовского и Ленинского районов города. После попадают в так называемое бутылочное горлышко – место, где дорога сужается. Какие-то пути решения этих проблем видите? Решение вопроса мэра, да, сделать широтную магистраль, через молочную балку по аэродрому. Военные пусть поделятся, ну, частью полоски. Первые шаги к постройке объездной трассы уже сделаны. Ее обсудят 14 декабря на общественных слушаниях. Дорога разгрузит движение не только в этом районе. Александр Левшис рассказал, какие видят решения сложившейся ситуации. Решение, во-первых, исключить вот эти светофоры, сделать дорогу прямую, чтобы она вышла на улицу Руднева. Ну, как бы это просматривается невооруженным глазом. Посмотреть, что нужно сделать с Котовским, с подъемом Котовского или со спуском Котовского. Там тоже есть бутылочное горло, но мы об этом знаем. Надо посмотреть, каким способом можно убрать ненормативные уклоны на этом участке. Посмотреть, может быть, параллельные транспортные коридоры здесь организовать. Под строительство в городе планируют зарезервировать почти 900 километров дорог. Юлия Ефремова, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.